Святаго Отца нашего Иоанна Затаустова, слово к верующему Отцу, продолжение. Нельзя сказать и того, будто у него немного попечения об этом деле. Нет, он имеет великое промышление воспитания детей. Для того он и вложил такое влечение природу родителей, чтобы поставить их как бы в неизбежную необходимость заботиться о детях, а впоследствии в своих изречениях он преподал нам и законы касательно попечения о них, и, учреждая праздники, повелел объяснять детям причину установления их. Так, сказав о Пасхе, он присовокупил, и объявив тот день к сыну твоему говоря, это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. Так, исхода 13.8. То же самое делает он и в законе, потому что, сказав, от перворожденных опять превосовокупляет. И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкую вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, «Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертил сеть первенцев земли египетской, от первенства человеческого до первенства и скота, посему я приношу жертву Господу все разверзающие ложесна мужеского пола». Исхода 13.14.15. Всем этим он внушает вести детей к богопознанию, и самим детям он заповедует многое относительно их родителей, награждая послушных, а не благодарных наказывая, и таким образом делая их еще более любезными для родителей. Так, когда кто сделает нас властными над кем-либо, то эту честь он налагает на нас сильнейшее обязательство заботиться о нем. Потому что и без всего другого это одно, что вся судьба того человека находится в наших руках. Достаточно для нашего предостережения, и мы не скоро решились бы покинуть того, кто вверен нам. Если же он потом станет еще гневаться, негодовать более самих обижаемых и являться строгим карателем, то этим еще более пробудет нас к исполнению долга. То же сделал и Бог. К этим побуждениям он прибавил еще третье, состоящее природной связи. А если хочешь, то первое. Добро родителей, получив повеление воспитывать детей, не пренебрегали его повелениями. Он присоединил естественную необходимость. А чтобы эта связь не была ослабляема оскорблениями со стороны детей и не расторглась, он наградил ее наказаниями и от себя, и от самих родителей. Таким образом, и детей весьма строго подчиняя родителям, и в родителях возбуждая любовь к детям. И не этим только, но и другим еще четвертым способом Бог крепко и тесно связал нас с ними. Он не только детей злых в отношении к родителям наказывает, а к добрым благоволит, но точно так же поступает и с родителями, тяжко наказывая неродящих о детях, а попечительных удостаивая почести и похвал. Так и того старца Илия. И в других отношениях знаменитого он наказал за одно только неродение о детях. А патриарха Аврааму наградил за его попечительность не менее, как и с других добродетелей, сказав о многих и великих дарах, которые обещал дать ему, и приводя причину. Он указал на эту его добродетель. Ибо я избрал, говорит его Авраама, для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. Матфея 18, 19. Это сказано мною теперь для того, чтобы мы знали, что Бог не будет снисходительно переносить неродение тех, о которых сам Он столько печется. Ибо невозможно, чтобы один и тот же Бог и столько делал сам для спасения детей и оставлял без внимания неродение о них со стороны родителей. Так Он не оставит этого без внимания, но будет сильно негодовать и гневаться, как и оказалось на самом деле. Посему и блаженный Павел, настоятельно убеждая, говорит «Отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господням» в Ефесянам 6, 4. «Если мы имеем повеление и неусыпно заботиться о душах их, как обязаны дать отчет» тем более отец, который родил сына, воспитал и постоянно живет с ним. Как не может он прибегать к извинению и оправданию в своих собственных грехах, так точно и в поступках детей. Это также ясно выразил блаженный Павел, заповедуя, каковыми должны быть принимающие начальство над другими. Он вместе со всеми другими необходимыми для их качествами требует и попечительности о детях, так что нет нам извинения, когда дети у нас разратны. И совершенно справедливо, потому что если бы порочность в людях была от природы, то иной имел бы право прибегать к извинению. Но так как мы бываем и худы, и хороши по свободной воле, то какое благовидное оправдание может представить допустивший до развращений порочности сына, любимого им больше всего. То ли, что не хотел сделать его честным, но ни один отец не скажет этого, потому что сама природа настоятельно непрерывно побуждает его к тому. Или то, что не мог, но и этого нельзя сказать, потому что многое, и то, что он взял сына на свое попечение еще в нежном возрасте, и то, что ему первому и одному только вручена власть над ним, и то, что он постоянно имел его при себе, делает для него воспитание сына легким и очень удобным. Таким образом, развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно, и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже не родятся детям с их душою. И о таких отцах я сказал бы, и никто пусть не приписывает этих слов гневу, что они хуже даже у дет-убийц. Те отделяют тело души, а эти и то, и другое вместе вергают вагон гиенский. То есть смерти подвергнутся неизбежно по естественной необходимости. Этой можно было бы и избежать, если бы не довела до нее беспечность отцов. Притом смерть телесную сможет уничтожить воскресенье, как скоро наступит оно. А погибели души ничто уже не вознаградит. За ней следует уже не спасение, а необходимость вечно страдать. Следовательно, мы несправедливо сказали бы, что такие отцы хуже дет-убийц. Не так жестоко изострить меч, взять его в правую руку и вонзеть в самое горло сына, как погубить и развратить душу, потому что ничего равного ей нет у нас. Продолжение следует. Продолжение следует...